в нашем городе вечной весны куэрновака наконец началась настоящая весна время собирать бананы сейчас мы будем срезать вот эту большую гроздь ну и как раз это дает нам хорошую возможность разобраться в старом вопросе банан это дерево или трава это довольно тяжелая гроздь не знаю может быть здесь килограммов 20 поэтому чтобы она не упала и бананы не превратились в какое-то пюре мы его закрепили веревкой и еще один человек придержит эту гроздь когда наконец я ее отрежу я пытаюсь держаться на расстоянии от самого банана потому что в прошлый раз когда мы его срезали пошел такой сильный сок что запятнал мне всю одежду оказалось что сок банана невозможно отстирать я подумал ну ладно хотя бы можно какой-то сладкий как знаете сок березы ничего подобного оказался очень горький просто пришлось запивать двумя литрами кока-колы ну с богом начнем ну что все таки банан это трава или дерево давайте его разрежем и как говорится вскрытие покажет говорят что опытные бананерус срубают его одним ударом мачете но мы делаем все методически грамотно медленно с помощью ножовки режется на самом деле он очень легко ну вот и все это было гораздо быстрее чем я думал каждый побег банана цветет и дает плоды только один раз после того как плоды сняты надобность в нем отпадает и побег срезают это мы и сделали ну вот он наш побег его высота около трех метров но некоторые 70 видов бананов достигают высоты 9 метров для удобства я уже отделил от побега листья обратите внимание у листа банана очень характерные жилки они не ветвятся благодаря этому при сильном ветре и ливне листья легко рвутся и с возрастом лист становится бахромчатым думаю наш банан бы согласился что лучше лист рваный чем оторванный давайте разрежем пенек банана еще и поперек посмотрим на него внимательнее если банан дерево то мы должны увидеть какую-то прочную древесную ткань как и на пнях деревьев здесь мы на разрезе видим кольца но разница между пнем дерева и условным пнем банана довольно велика здесь мы видим что это не просто годичные кольца а отдельные плотно прилегающие друг другу пластинки которые довольно легко отделяются друг от друга обратим внимание что в самом центре видно какая-то сердцевина к ней мы еще вернемся древесину в этом побеге мы так и не нашли то есть ствола у банана нет попробуем тогда называть эту часть растения стеблем и так начнем распаковывать стебель нашего банана структура его чем-то похожа на луковицу можно снимать слой за слоем пока собственно и стебля как такового мы тоже не видим то что мы называем стеблем образовано охватывающими друг друга частями листа эти части листа в ботанике именуются листовыми влагалищами тут они плотные и толстые но по структуре чем-то похоже на картон там много полостей и перегородок эти полости бывают заполненными водой листья или точнее листовые пластины внешних черешков уже высохли и отпали по сути мы имеем дело с трубкой из нескольких свернутых листьев значит это и не стебель будем называть его тогда ложным стеблем для простоты дела я отпилю его нижнюю часть эти полежки или точнее рулончики листьев пригодятся мне для одного сельскохозяйственного проекта сейчас мы уже дошли до черешков листьев у которых присутствовала листовая пластинка но мы ее просто заранее отрезали эти листья находится глубже в ложном стволе и разделить их чуть чуть сложнее благодаря такому плотному скручиванию ложный стебель оказывается довольно прочным и способен выдержать вес листьев и плодов кажется мы добрались до последнего листа он заворачивается вокруг какого-то стержня этот стержень и есть истинный стебель его еще называют сердце банана он начинает формироваться в подземной части корневища спустя примерно год после посадки растения через ложный ствол он прорастает вверх и становится плодоножкой то есть тем черешком на котором держатся плоды ну вот наконец стебель остался один под тяжестью бананов он изогнулся как карамельная трость разрежем его вдоль внутри он отличается от всего остального ложного стебля оно и логично ведь это другая часть растения здесь структура более волокнистая и прочная иногда на ней держится до 60 килограммов бананов но древесина заметьте мы не видим и здесь и так банан все-таки травянистые растения или трава второго цветения наш банан не увидит после завершения плодоношения стебель сердца банана умирает это судьба всех трав но рядом со старым побегом уже давно растут новые жизнь растения продолжается а у меня на сегодня все подписывайтесь ставьте лайки буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях до новых встреч до новых встреч